Актуальный разговор Сегодня мы будем говорить о мероприятии, которое состоится в субботу, 27 октября, «Онкопатруль». Давайте еще раз. Что такое «Онкопатруль» и какие его основные цели? Я бы хотел возобновить немножко. Помните, в 2008 губернатор – это стратегия «Будьте здоровы», 2009 год – 5 миллионов здоровых сердец, кардиодесант, 2009 – «Онкопатруль», «Онкопатруль», теперь есть у нас «Стопдым», «Дни здоровья» на Кубани. И еще прорабатывается одно из проектных направлений – это «Кубань вне зависимости», это алкоголизация, наркотизация общества. Это все звенья одной цепи, это все, что касается профилактической медицины. И вот одно из звеньев основных – это «Онкопатруль». Вот скажите, пожалуйста, а почему «Онкопатруль» проходит именно в Лобинском районе? С чем это связано? С 2009 года, когда он начал, сначала были районы с максимальной заболеваемостью, где онкозапущенность, заболеваемость, отсутствие онкологов. У нас район благополучен в отношении штатов, у нас три онколога работают, дай Бог им здоровья. Но, к сожалению, заболеваемость у нас высокая, и дошла очередь до нашего района, что приедут специалисты. Когда был кардиодесант два года назад, в Лобинский район приехало большое количество специалистов из края. Какие врачи приедут в этот раз, и какие обследования они будут проводить? Приедут врачи к краю онкодиспансера. Вот эти направления профилактической медицины разделены. Кардиодесант – это краевая клиническая больница, кардиоцентр, онкопатруль, край онкодиспансер. Приедут специалисты край онкодиспансера, в первую очередь врачи-мамологи. То есть они привезут с собой аппараты ультразвуковой диагностики, приедет маммограф. То есть женщину можно будет обследовать в полном объеме в отношении заболеваний и профилактики заболеваний молочной железы. Приедут онкоурологи – это предстательная железа, почки. Они также будут производить ультразвуковые исследования. Онкодерматологи, онкопрактологи, онкопульмонологи. То есть вот эти специалисты смогут провести консультацию по тем заболеваниям, которые достаточно легко, и человек бы мог увидеть у себя, если это родинка или какие-то изменения в молочной железе. Ну вот, знаете, принято считать, что если подобная акция проходит в каком-либо районе, значит там высокий показатель по онкологическим заболеваниям. Вот мы уже начали говорить, вот Лобинский район на каком уровне сегодня? Можно хотя бы какие-то, ну если не цифры, приблизительно сказать по статистике? Наверное, более значимы не вот в структуре заболеваемости, мы в среднем в крае. То есть заболеваемость в Краснодарском крае, учитывая экологическую обстановку, она постоянная. Но есть показатели, которые социально значимы. Это онкозапущенность, одногодичная летальность. То есть когда общая лечебная сеть смогла установить диагноз у человека и насколько мы ему смогли помочь. То есть сколько человек проживает после установления диагноза и как он живет. То есть вот здесь эти показатели онкозапущенности, они, конечно, показывают, что первичное звено не дорабатывает. Мы иногда видим заболевания в такой стадии, когда уже излечить их практически невозможно. Илья Андреевич, специалисты будут принимать абсолютно всех пациентов, которые к ним придут? Да, мы не планируем принимать детей. Это акция взрослых. Все наши жители приглашаются на онкопатруль, который будет проходить в Санице Владимировской. И без каких-то документов мы будем принимать всех в порядке очереди. И все будут в течение рабочего дня осмотрены и попадут на прием к специалисту, кому они пожелают. Какое обследование будет проводиться? Будет ли брать анализ крови или это не предполагается? Нет, это не предполагается, я считаю, но не совсем правильно. Анализы крови врутся натощак, акция права уходит в течение дня, это теряется достоверность. То есть врач-специалист подскажет, нужны ли какие-то дополнительные методы исследования. Лабораторные, инструментальные. То есть это пока будет такая первичная консультация специалиста. Ну давайте так, вот после проведенного обследования, которое пройдется в субботу, которое посетят пациенты, куда они должны обратиться со своими результатами? Кто будет дальше вести лечение? Обязательства специалистов краевого онкодиспансера у тех людей, у которых они заподозрят какие-то заболевания, они их в течение недели приглашают к себе и досматривают уже и дообследуют на уровне краевого онкодиспансера. То есть будет проводиться анализ работы, сколько человек мы приняли, какие заболевания или предраковые заболевания, или что мы увидели и что необходимо сделать. То есть основные рекомендации после онкопатруля будут даваться центральной районной больнице, что необходимо делать, как ввести больных. То есть это будет и учеба. Леонид Анатольевич, ну понятно, что тема не из приятных. И понятно, что люди боятся ходить на обследование подобного рода. А вот когда приходят, иногда зачастую бывает уже поздно. А вот как же профилактика, о которой столько говорят? Ну почему-то вот я в течение недели, когда уже мы озвучиваем, что онкопатруль будет, многие говорят, что тема не из приятных. Сейчас рак достоверно на 100% излечивается. Это тоже заболевание, как и все другие. Только смотря в какой стадии. Если в начале заболевания узнать о том, что оно есть, хирургическими или другими методами лечения, излечивается. Рак кожи излечивается 100%. И вообще 100% излечивается рака кожи. Но если довести до меланомы, когда уже пошло метастазирование, это не страшно, не диагноз. То есть это отношение, вот здесь более страшно, что мы допускаем будь что будет, а потом пусаем локти. Вот именно, чтобы этого не было, и основное направление акции, людям сказать, при своевременном обращении, ведь какой мы ожидаем резонанс. Человек поехал в край, прооперировался, спас жизнь себе, и он расскажет окружающим, что если бы не приехал он к патрулю, и своевременно бы я не обратилась. Дмитрий Ильич, в подготовке к этой акции зависит на большое количество людей. И насколько мне известно, субботняя программа будет очень обширной. Да? Ну это не только акция, что врачи встречаются с пациентами на какой-то определенной территории. Это акция «Привлечь внимание», это тот же «День здоровья», это мы будем рассказывать и о здоровом питании, и о норме, и режиме жизни. То есть это медицинское профилактическое направление, которому необходимо, конечно, придать антураж. И действия, чтобы привлечь людей, внимание. Если человек будет в очереди к врачу несколько полчаса, он может отвлечься на территории перед ДК, будут и выставки, и торговля, и спортивные мероприятия. То есть здесь это большое такое событие для района. Ну и вот в завершении последний вопрос. Илья Андреевич, помимо того, что вы главный врач, теперь вы еще и председатель районного совета. Вот сейчас не как медик, а как депутат. Вот как вы считаете, подобные акции идут на благо района и жителей? — Естественно. Однозначно. Все акции, которые имеют профилактическое направление, которые рассказывают людям, как необходимо сохранить свое здоровье близких, окружающих, они доходят до умов, сердец, и имеют неопределенную, а только положительную мотивацию у людей вызывают. Эти акции, то, что проводится, вот, кстати, на территории страны, те акции, которые проводятся на Кубани, отмечаются номинациями призвания в различных конкурсах. Это значимо, резонансно, это правильно, это необходимо поддерживать. — Спасибо вам, Базарик Лешевый, за то, что вы сегодня к нам пришли. А вам, уважаемые телезрители, я еще раз напомню, 27 октября с 10 часов утра будет проходить онкопатруль Станинца Владимировская. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok